Москва, оживленная Никольская улица, снова превратилась в одну из главных экспозиционных площадок города под открытым небом. Никольская улица уже во всех смыслах историческая. Именно здесь традиционно разворачиваются модульные выставки, рассказывающие о важнейших событиях прошлого нашей страны. Новая экспозиция подготовлена музеем-заповедником «Сталинградская битва» и посвящена скульптору Евгению Вучетичу, создателю знаменитых на весь мир монументов «Родина-мать» на Мамаевом кургане и берлинского памятника «Войну-освободителю». Параллельно мы хотели сделать проект, посвященный творчеству нашего известного скульптора, потому что всемирно известен мемориал, но мы столкнулись с тем, что люди достаточно немного знают о самом скульпторе, об авторе мемориала. И еще меньше они знают, что работа в Трептов парке, его первая фундаментальная работа, посвященная Великой Отечественной войне, и этот мемориал также его авторство. Война для Евгения Вучетича была частью его собственной биографии. Еще в самом начале Великой Отечественной он ушел добровольцем на фронт, как рядовой солдат-пулеметчик. Видел подвиги товарищей и смерть, сам был контужен, и потому, как никто другой знал и чувствовал, что воплощать в камне. В основу сюжета его первого монументального мемориала, посвященного Великой Отечественной, памятника «Войну-освободителю», лег подвиг, совершенный старшим сержантом Николаем Масаловым. 30 апреля 1945 года под обстрелом ему удалось вынести из района боевых действий трехлетнюю немецкую девочку, мать которой была застрелена отступавшими частями СС. Вскоре после окончательной победы над нацизмом, после изгнания нацистов из Берлина, были развернуты работы по созданию в Трептов парке в Берлине большого мемориала. И образы этого мемориала, они всем известны, они до сих пор, слава богу, сохраняются. И я должен сказать, что эта же выставка в немного другом композиционном решении представлена в это время и в самом Трептов парке. Экспозиции, посвященные Евгению Вучесичу, одновременно открылись в эти дни в Германо-Российском музее Берлин-Картхорст, а также у подножья Мамаева кургана в Волгограде. И если военный мемориал в Трептов парке был началом его творческого пути как монументалиста, то комплекс памятников на Мамаевом кургане стал его профессиональным триумфом. Архивные фотоснимки свидетельствуют о том, как шла работа над всемирно известным монументом. Вот скульптура «Родина-мать» в лесах. Сооружалась она в течение трех лет. Авторы сочли наиболее удачным материалом бетон, пластичным и одновременно передающим суровую атмосферу военных лет. Работы велись только в теплое время года. Сначала был построен фундамент, его глубина 16 метров. Затем на площадках лесов послойно собирали форму, внутри которой располагалась арматура. Несмотря на то, что это очень высокая скульптура, почти 91 метр, она представляет из себя в том числе еще и художественный объект. Она прекрасно смотрится и в общем в ней видно то, что это делал серьезный большой скульптор. Это очень важно. Суметь объединить огромные и большие размеры и некую художественную форму запоминающуюся. Если смотреть, есть прекрасные возможности, если смотреть на нее издалека, на фоне неба, она как будто летит. Он придал ей некое парусность, движение, шарф развивающийся. Это как птица двигается, а ведь это же фигура исполинская. В ходе Сталинградской битвы Мамаев курган стал одной из ключевых позиций обороны города. Бои за высоту велись 135 суток. Первый памятник на Мамаевом кургане был сооружен руками бойцов в марте 1943 года на братской могиле. Крупное захоронение сделало высоту 102.0 местом воинской доблести, известным на весь мир. На протяжении первых 10 лет после окончания войны, несмотря на существующую минную опасность, люди шли к месту захоронения, чтобы поклониться подвигу. Я желаю, чтобы вы посетили, если еще вдруг не были в этом замечательном месте. Во-первых, посмотрели бы Мамаев курганы, поняли, что это действительно высота, на которой сражались и кровь проливали, потому что с нее видно весь город-герой Волгоград. Ну и, конечно, посмотрели на те монументы, которые были построены. Сколько бы раз я туда не ходила, всегда трепет в душе и хочется вернуться. Произведения Евгения Вучетича стали образом советской послевоенной эпохи и символом народа-победителя. Узнать больше об истории создания легендарных монументов любой желающий может до 15 июня. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова